И все, привет, ребят, с Минстер Байк, я сейчас записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен долгожданной покупке контрактов и предметов из командных контрактов. Сегодня у нас тот самый день итогов. И сегодня мы вместе с вами выберем определенные предметы, которые я приобрету. Я обозную, почему именно их я буду брать. Ну и дальше вы уже в комментариях напишите, что вы взяли из командных контрактов, что вы себе интересненького оттуда приобрели. Ну а если вы ждали этот видеоролик, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал. Ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танк-коинов. Для этого у нас трогаем в аккаунте, кустой, тему личный, так, так, темпе. Дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заплатите форму, которая есть в описании. Я себе уже подготовил, открыл два аккаунта. Открыл своего мульта, открыл свой основной аккаунт. Ну и, наверное, давайте начнем сначала с итогов моего мульта, так как на своем мульте я попался за... А где у нас? А что, нету теперь этой таблички, что ли? Они взяли и убрали ее отсюда. Это мне теперь через сайт надо, что ли, заходить? Весеное обострение, состав эпических контейнеров, вызов приняты, ежедневные танк-коины. Это мне теперь через сайт самой игры надо заходить, авторизироваться, чтобы зайти в ивент? Серьезно? Это вот настолько теперь все круто сделали? Так, а где теперь этот ивент? Как мне теперь найти все это дело? Сюда, сайт события. Войти через сайт события. Я понял. Ладно, все, услышал. Услышал, услышал, услышал. Я не робот. Я все равно не робот. Я все равно не робот. Я быстренько сейчас, ребятчики, пишу кодик. Вот так вот, ребятчики. Все подготавливаешь, все делаешь, все четко, уже настраиваешь. А тут бам, и тебе такой прикол, что тебе надо отдельно заходить на сайт, чтобы зайти в командные контракты. Ну что? Контракты. У нас окончены, да? Все 10 дней у нас были уже сыграны, да? В сумме своей на своем аккаунте мульта на Шафтевране я заработал 700 контрактов сам. И получается сотку я купил за кристаллы, за 50 тысяч кристаллов, да? То есть 700 я заработал с контрактов с командой, которая, ну, по сути, наверное, проиграла практически все, что возможно, да? Один день с голдами, вот, 150 был. Здесь не знаю, что было за миссия, тоже было третье место. И здесь еще раз третье место. То есть, по сути, это самое маленькое количество, которое могло быть в рамках ивента. И именно такое количество заработала команда Шафтевран. Здесь все максимально просто. Мне хватает на одно устройство за, как раз-таки, на одно устройство за корпус, на корпус за очки. Ну и плюс оставшиеся я просто трачу на эпические ключи, пусть они будут, да? То есть не вижу здесь смысла тратить на что-либо другое. Ну и, как вы понимаете, в ближайшем будущем у нас будет 1 апреля, будет ивент с возможностью ловли голдов, да? А ловля голдов подразумевает в себе что? Скорее всего, скорее всего, ловлю с овердрайвами. Конечно, если это будет ловля без овердрайвов, то данная покупка не будет являться супер приоритетной и супер вкусной. Но мы надеемся на то, что овердрайвы будут, и, соответственно, мы берем под это все дело, зайдем сейчас проверим, какие у меня вообще устройства есть на этот корпус. Мне даже интересно, есть ли у меня на этом аккаунте что-то под этот корпус. У меня есть драйвер на хоппер, да? Мы берем хоппера с спасателем. То есть это вариант, который даст мне возможность хорошего, четкого, вкусного подсейва на золотых ящиках. Поэтому мы приобретаем его и дополнительно приобретаем на 300 очков. Но покупать ради припасов я не хочу, да? Можно было бы купить ради припасов вот эту темку, но я не хочу припасов, поэтому я просто куплю эпические ключи. Да, я просто куплю эпические ключи. Понятное дело, что это вложение очень и очень слабое. Да, то есть купить 6, 6 ключей купить, 6 ключей купить за 300 очков. Это максимально, конечно, ну такая сетемка. Даже, наверное... Даже, наверное, я не знаю. Нет, давайте я, наверное, лучше куплю не эпические ключи. Эпические ключи, в моем понимании, это вообще такое себе. Куплю я лучше хоть дополнительные кристаллы, дополнительные припасы, учитывая, что это мульт. Да, это не основной аккаунт. Вот здесь все-таки, я думаю, что ключи будут пополезней. Поэтому возьмем, давайте мы здесь ключей. И получается у нас в сумме 6 покупок, да? Или 6 ключей, я так получаю. Нет, 6 покупок должно быть. 6 покупок по 3 ключа. Итого 18 недельных ключей я приобрел. Плюс хоппера со спасателем. Так, теперь мне надо выйти отсюда с этого аккаунта. Войдем теперь мы, получается, на свой основной аккаунт. А вот на основном аккаунте кто-то, я думаю, что может даже быть немножечко в шоке от моих решений. Я вчера придумал очень жесткое решение. Ну и посмотрим, насколько это решение будет оправдано на дистанции, да? Исходя из устройств, я долго очень сильно думал, да, что мне приобретать, что мне брать. То есть, по сути, у меня есть все устройства на одном из аккаунтов, да? Ну, либо есть устройства, которых, например, нету, но которые я не считаю полезными, не считаю их жесткими. И не вижу в них особо большого потенциала, да? То есть, штурмовые снаряды, тяжелый слагерь у меня есть на один из двух аккаунтов, да? То есть, ну, на основном у меня есть штурмовая кассета и на мульте есть штурмовая кассета. Тяжелый слагерь у меня есть на мульте. Вулкан, разрывная лента тоже где-то был, но не особо интересен. Шреддер тоже нету, но не интересен. Тандем есть на основе, но это шляпа. Вакуумка и адаптивка у меня есть и там, и там. Урановые есть там, и там. Рельса с гиперскоростью у меня есть на мульте. Суперсоленоиды у меня вроде есть и там, и там. И остается одно устройство, которого у меня нету на аккаунте, да? Но которое находится сейчас в плохой мете. Прямо реально в плохой мете, да? То есть, это магнум с вакуумным сердечником. То есть, в свое время это устройство было реально сильным. Оно было реально актуальным. Оно было реально крутым, да? На сегодняшний момент времени это устройство занерфили. Даже я бы сказал не то, что занерфили. Убили просто в нулину, да? Но если мы делаем инвестицию в долгосрок, можно сказать так, да? То, по моей логике, по моей логике, это устройство может через время стать интересным и сильным. Да? И я его беру как раз-таки под это дело. В надежде, что его потом орех апнет. Как было у нас там с громом условно. Был период времени, когда он не нагибал, когда он был неактуален. Все, статистика смотрится, да? Кто на каких пушках играет. Соответственно, на Магнуме сейчас игроков становится меньше играть. Магнум. Я думаю, что в будущем просто это устройство могут апнуть, да? Потому что устройство интересно, устройство сильное. Ну и оно подразумевает под себя как раз-таки сплэш-урон с вакуумкой. Поэтому я делаю инвестицию в устройство, которое не нагибает от слова совсем. Которое сейчас на сегодняшний момент времени является слабым устройством, да? Но которое в будущем, я надеюсь, что станет хорошим, сильным устройством. Поэтому я беру вакуумный сердечник на свой основной аккаунт. У меня было 2800. Мы потратили 1000. Дальше. Мы берем все тот же самый хоппер со спасателем под голды. Мы берем викинга-миньора, о котором я говорил, что я буду брать викинга-миньора, так как я на викинге сейчас играю супер много. Ну и даже если занерфит это устройство, я не буду об этом жалеть. В связи с тем, что это устройство, которое падает из ультраконтов, да? То есть 500-ку потратить на устройство, которое падает из ультраконтов, я считаю, что это нормально, да? То есть это ничего такого страшного нету в этом. Поэтому я беру викинга-миньора. Надеюсь, что я успею на нем покайфовать, успею на нем понагибать нормально. Ну и последнее, что я беру, это... Это, 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 это... Это арес с подрывником. Это тот корпус, на который у меня на сегодняшний момент времени нету ни одного устройства на корпус из разряда устройств с дронами, да? То есть у меня здесь нету ничего абсолютно, да? Поэтому я принимаю решение, что я возьму себе как раз-таки именно это устройство. Ну и... Не знаю, купится оно, не окупится. Есть ли в этом профит? Но, учитывая тот факт, что у меня на ареса нет, во-первых, ни одного устройства на корпус, я вообще, если честно, ждал ареса с драйвером, и потом бы сделал бы акцент бы на это дело. Но ареса с драйвером никто не вытянул, никто его не вытащил, и его, по сути, нет. Да, соответственно, я делаю вложение в ареса с подрывничком. Пригодится он мне или не пригодится, покажет лишь только время, да? Но пока у меня устройства на этот корпус других нет, я думаю, что это будет нормальное вложение, учитывая тот факт, что у меня есть дополнительные очки. И больше, в принципе, ничего такого интересного из того, что тут есть, я не вижу для себя. Брать два устройства минера на корпуса, ну, такое себе дело. Брать два устройства на спасатель на корпуса, ну, тоже как бы неприоритетная вещь. Рассматривать подрывника на Мамонт или подрывника на Титан. Но тоже, наверное, не то, что я бы хотел бы брать, потому что у меня на Мамонт есть устройство драйвера. На Титан, в принципе, не вижу смысла ничего брать, потому что Титан является сейчас неметовым корпусом, от слова совсем, уже на протяжении супердлительного периода времени. Ну и поэтому мой выбор пал именно на ареса с подрывничком. Считаю, что это хорошее тоже вложение, учитывая тот факт, что у меня было накоплено такое большое количество очков. Ну и плюс, как вы видите, я еще и дополнительно покупал все пакеты с танкойнами, так как считаю, что приобрести отсюда за, например, вот тысячу очков, да, то есть я купил два устройства за три, сколько получается? За три пятьсот, да, то есть за три пятьсот танкойнов я купил два устройства. Я считаю, что это хорошее вложение, да, то есть, например, вот есть ребята, которые покупают ультраконтейнеры и оттуда пытаются выбить эти устройства, да. Я же не пытаюсь выбить, я просто вкладываю три с половиной тысячи и сто процентов забираю два устройства. В моем понимании это хорошее ценное вложение, в котором есть смысл. Почему я не сделал так, например, на своем втором аккаунте, на бездонате, у меня же тоже есть большое количество танкойнов здесь, просто, ну, это не основной аккаунт, я не вижу в этом такого огромного смысла и потенциала. Да, просто оставил танкойнов, хотя здесь танкойнов даже больше на этом аккаунте, с турнира было заработано, поэтому как-то так. В принципе, наверное, просто в этом не нуждаюсь, поэтому так, решил. Как-то так, ну и остаток 300 очков, и здесь я уже делаю вложение в ключи, ну, конечно, это вложение глупое, в любом случае, да, я считаю, что покупать эти ключи, это шляпа, лучше брать редкие ключи, чтобы заработать большее количество кристаллов и как раз-таки припасов, да, чем покупать эпические ключи, потому что они падают чаще, но, 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 это основной аккаунт, кристаллы здесь не нужны, припасы здесь не нужны, да. Контейнеры я коплю для масштабного открытия, уже 338 ключей я накопил, ну и плюс эти 6 ключей пусть будут, да, то есть, в принципе, этот остаток я могу вообще оставить и не тратить, потому что, ну, я все, что хотел, я забрал. Все, что хотел, все устройства, все, что мне было интересно, я все забрал с этого ивента. Поэтому это лишь дополнительный остаток, который я вложил в рамках этого ивентика. Вот такой вот результат у меня получился, ждем награды, я не знаю, честно говоря, когда их начисляют, через сколько они у меня будут уже на аккаунте, да, а, они уже на аккаунте, ничего себе, я только приобрел, и они уже на аккаунте, нифига себе, прикольно, то есть, я только приобрел, и у меня все эти устройства уже на аккаунте. Крутяк! Значит, мы сегодня сможем их протестировать. Приходите на стрим, стрим сегодня будет дневной, да, буквально, наверное, где-то через часик-полтора я уже стартану, поэтому присоединяйтесь на стримасик, будем тушить контентика, будем пробовать все эти замечательные новые обновленные устройства, которые я приобрел на свой аккаунт. Поддержите данный видос лайком, если вам понравилось, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны, ну, и также, конечно же, не забывайте присоединяться и участвовать в розыгрыше, да, то есть, вся информация по розыгрыше есть в описании. У меня, друзья, на этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!